Джон Уик 3 А поехали к цыганам. Джон Уик со своим четвероногим другом бежит под проливным дождем по залитому неоновым светом ночному городу. Через считанные минуты на него будет пытаться напасть примерно каждый второй прохожий, потому что, как мы помним из второго фильма, за убийство в стенах отеля Континенталь и его заказали сразу всем киллером мира. Куда же направиться преследуемый выскакивающими из-за каждого угла врагами герой по прозвищу Баба Яга? Естественно, в библиотеку, за сборником русских народных сказок Афанасьева. Тем самым, с жуткими иллюстрациями Белебина. Из сборника он достает массивный православный крест, несколько монет и еще кое-какую штуку, после чего, оседлав коня, скачет к русским цыганам, которые заправляют дворцом творчества с балетной школой и секцией самбо. Там выясняется, что Джон Уик дитя Белоруссии и звать его Дженарди Иванович, Геннадий Иванович, наверное. Но мы же с вами понимаем, что именно хотели до нас донести, да потеряли в густом лесу клюквы, которые разросы из-за неспособности разобраться в хитросплетениях особенностей далеких и загадочных для американцев народов. Минус. Коридар бессмертия, новое хорошее российское кино о войне. Мы и раньше это знали, но теперь все официально, Джон Уик наш. То есть носитель русского культурного кода, даже костюмчик пуленепробиваемый у него точь-в-точь как у Харатьянов на Дерибасовской хорошая погода. Поэтому он такой крутой. И поэтому ему вечно приходится сражаться со всеми подряд. И поэтому нет ему нигде и никогда покоя. Незавидно, согласитесь, Доля. Кац, например, из вышеупомянутой комедии Гайдая давно бы уже предложил сдаться. Какой смысл этой бесконечной беготни? Зачем так жить? На этот вопрос Джон Уик дает простой и четкий ответ. Он живет, чтобы помнить. Слова истинного мудреца. Ведь жизнь и она вся в памяти ей заключена. Кроме того, жизнь, как сказал другой великий мудрец, это всякие штуки. Которые происходят. В Джонни Уике 3 происходит много всяких штук. В основном здесь дерутся и стреляют. Но еще много раз произносят слово последствия. Потому что штуки, которые происходят, происходят по какой-то причине и влекут за собой эти самые последствия, последствия, зачастую непредсказуемые. Даже у той мимитичной реплики Лоренца Фишборна «Дайте этому человеку оружие». Есть последствия, внезапные и суровые для его персонажа. А убийство собачки, с которого все началось, в конечном итоге должно привести к настоящей войне. У оригинального названия фильма имеется под заголовок Ненавязчиво намекающий на то, как события будут развиваться дальше. Однако все же в основном здесь дерутся и стреляют. Минус. Мстители. Финал. Темпоральная курочка ряба. Серия Джон Уик эволюционирует не только в плане зрелищности разборок. Она с каждой следующей итерацией прирастает новыми качествами. Первый фильм был брутальным. Второй брутальным и ослепительно красивым. Третий брутальный, ослепительно красивый и смешной. Джон Уик научился шутить. Делает он это редко, но также метко, как стреляет, с использованием разнокалиберного арсенала в диапазоне от лапидарных уан-лайнеров до совсем тонкого юмора в частности, завершая самую эпичную в истории по ножовщину о мажемандалузскому псу. Да, имеется в виду тот неприятный крупный план. На этом омажи, кстати, не заканчиваются. Пометавшись по Нью-Йорку, Джон перемещается в Касабланку, чтобы отдать дань уважения одноименной классике. А также, чтобы расширить географию Вселенной и снять последние вопросы о том, как устроено глобальное подпольное государство организованной преступности. В триквеле, наконец, появляются судебные чиновники Верховный правитель, а с экономикой и прочими органами власти и управления мы и так знакомы. Система, стало быть, выстроена, только не нужно проверять ее на прочность логикой, осталось систему разрушить. Судя по всему, именно это ждет нас в квадриквеле, он будет брутальный, ослепительно красивый, смешной и, вероятно, беспрецедентно размашистый. Пять.